я мама трое детей и каждый мой ребенок водил меня плавно в тему питания и воздействия питания на организм потому что первый ребенок родился слабыми нужно было его восстанавливать когда он окреп но мы очень часто практически каждый месяц лежали в кишечных отделениях мне было понятно что что-то здесь не так когда появился мой второй сын у него на прикорме оказалась аллергия на молоко и дабы им двоим готовить одинаково я просто в принципе исключила молоко из рациона и оказалось что старший сын перестал болеть если опять же углубилась уже дальше стало понятно что когда я исключила продукты которые вызывают воспаление дети перестали болеть совершенно дальше оказалось что у меня диагностировали аутоиммунотиреодит я себя плохо чувствовала и когда мы проехались по всем клиникам европы где только можно было все разводили руками говорили что давайте ваша щитовидная железа сначала разрушится а потом мы вам добавим гормон меня этот вариант не устроил я поняла что опять же нужно брать ответственность на себя и стала изучать вопрос почему откуда это берется вычитала что влияние питания может помочь снизить антитела когда ты себя плохо чувствуешь нет радости конечно ты пытаешься что-то сделать что-то изменить так и случилось месяц жесткого аутоиммунного протокола показал по анализам что у меня снизились в три раза антитела они практически пришли в норму я опять вновь забеременела долгожданной дочерью и вот после ее рождения выяснилось что она родилась с врожденной лейкемией было принято решение что мы лечим ее в европе лечение было очень долго потому что из всех вариантов лейкемии наш был самый сложный я увидела рекламу про здоровье и подумал о том что вот я сейчас вот выйду наверное я туда пойду учиться а действительно выяснилось так что когда дети во время пересадки костного мозга у них вообще истончается слизистая детки не могут кушать совсем они очень сильно быстро стремительно теряют вес это тоже очень опасно и когда нас выписали агата весила пять килограмм в год я тут понимала что мне нужно ее выкармливать врачи отвечали да пожалуйста кушайте лишь бы набирали калорий и вес а какой качественный он или нет это никого не интересует и это была моя боль на самом деле после выписки пандемия продолжалась был набор на следующий поток к тебе и мне нужна была информация что делать с агатой дальше когда ты вышел из клиники надо что-то с собой сделать продолжать дальше как-то себя держать ксюша оказалась в нужное время в нужное месте вот так всегда мы начинаем разговаривать начинаем плакать всегда я пришла чтобы не умереть до того что со мной было меня ксюша восстанавливал в школе прекрасная система обучения мне все было понятно я стала это применять на практике я поняла что это начало работать и через три месяца после того как вы писали нас после трансплантации агата сама встала и пошла все благодарят тебя спасибо тебе и вас вы делаете большое дело когда у ребенка у твоего начинают расти шелковые ресницы начинают активно расти волосы и ты видишь как она преображается конечно ты понимаешь что это работает я хочу сказать что на сегодняшний день ни один врач не может определить что у нее была какая-то проблема мы поехали в германию на очередную пункцию есть сделали узи системы жкт почек сердце мы с этими результатами пришли к нашему профессору он смотрит анализы крови смотрит значит на все результаты разводит руками он говорил по-русски он говорит это нетипично она выглядит нетипично как дети после пересадки костного мозга и они думали что она еще не ходит она встала с коляски она танцевала там в отделении трансплантологии вот в этот момент это было такое осознание понимание что когда я смогла принять взять ответственность на себя все изменить случился результат это мой результат через год мы приехали уже в москву но у нас была последняя пункция за пять лет нам сделали здесь обследование и на узи доктор говорит а в чем у вас проблема я говорю нас вообще-то была водянка она говорит да не может быть она была в шоке потому что я ее настолько восстановила что нет никаких следов она догнала всех своих сверстников она прекрасно болтает фотографии еще показатель прекрасный любвеобильный ребенок и я просто понимаю что качество жизни таких детей может резко измениться и соответственно и родителей таких семей не представили что ли да вы молодец это редкость благодаря вам что ли да вам вот и вот 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 а вот 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 Продолжение следует...